Друзья, всем привет, с вами Олег Изотов. Ровно 10 лет назад, 14 июня 2011 года, вышел мой EP Silver Ray. Он состоял из пяти треков, а также был издан небольшим подарочным тиражом вот на таком вот диске. В этом видео я хочу рассказать про то, как появился каждый из треков. Забавно, что заглавный трек Silver Ray изначально вообще не планировался к релизу и был записан буквально за месяц до того, как я выпустил диск. И появился он достаточно случайно. В начале мая 2011 года я как-то сидел всю ночь, работал с музыкой и досидев до утра, услышал, как круто поют птички за окном. Поставил микрофон, и пока машины еще не начали ездить, я их записал. Из этого собрался какой-то сэмпл, и вокруг него я начал нанизывать инструментал, который появился достаточно быстро в его полноценном виде и в законченной форме. Поняв, что электронными барабанами в данном случае точно не обойтись, буквально через пару дней я привлек к записи моего друга и крутого барабанщика Сашу Карпухина. В то время мы вместе играли в дурки пилигрима, и прямо там на студии очень быстро записали барабаны. И для меня он до сих пор является в меру оригинальным, потому что пока что это первый-единственный раз, когда я использовал слайд в треке. Это является и сложностью, потому что его неудобно то брать, то выкидывать из рук при живом исполнении. Вообще живьем Сильверей я играл, может быть, пару раз, и мне всегда казалось, что он звучит как-то грузливо, в отличие от того восприятия, которое есть, когда слушаешь аудиозапись. Вообще такое явление, что некоторые трекеры воспринимаются как аудиозапись гораздо лучше, чем они звучат живьем, и наоборот, я как-то раз подробно описывал в своем сообществе ВКонтакте. Так вот, Сильверей относится как раз, как мне кажется, к той категории, что свою концепцию передает лучше всего именно как аудиозапись. Забавно, что «Птичек» я в итоге не стал включать в финальный микс трека, хотя на самом деле все началось именно благодаря пению «Птиц» ранним утром. С Сашей Балакиревой мы знакомы года с 2005-го, когда еще вместе учились в колледже эстрадно-джазового искусства. В основном, конечно, многим она известна как выпускница «Фабрики звезд», где, в отличие от других участников, она пела рок и любила рок в принципе. Поэтому, конечно, идея сделать совместный трек появилась еще в какое-то время назад, и вот в 2011 году мы наконец-то до этого добрались. Понятно, что нужно было сделать что-то такое шкодное, прикольное и драйвовое одновременно. Я сделал первый набросок, мы встретились, записали на него рыбу на английском языке. Далее достаточно долго думали с текстом. Примерялись самые разные варианты, и в основном, конечно, по итогу его написала Саша. Я только сделал вокальный вот этот бридж, который читается от лица пришельца-водителя корабля. За фотосет еще раз гигантский респект Марине Щенкиной. Естественно, где же еще можно было фоткаться на космическую тематику, мы его провели на ВДНХ. Помню, что вокал мы точно писали на студии «Черного обелиска» у Митяя, и было это сделано отчасти потому, что в то время мы еще очень недалеко друг от друга находились. По итогу, кажется, получилась на самом деле очень классная песня. С Аней Микульской мы сделали тонны совместных работ, писали для других, делали полный продакшн, писали песни на заказ. И забавно, что наших полноценных совместных работ при этом достаточно мало, их можно вообще пересчитать по пальцам, и Аризона является одним из самых удачных примеров такой коллаборации. Ну, работа над песней суммарно шла месяцев 10, и мы часто ее забрасывали на несколько месяцев, что-то возвращали, сделали, оставляли, и поэтому она стала настолько, может быть, продуманной в мелочах, не потеряв свою изначальную легкость. Вообще, часто очень бывает, что сделать просто гораздо сложнее, чем сделать сложно. И Аризона этому очень хороший пример, потому что каждая мелочь и каждое событие в аранжировке на самом деле очень точно продумана. Вокал был записан известным саунд-продюсером Андреем Черным на студии Александра Толмацкого, которая тогда еще была в клубе Infinity. И он именно и посоветовал ставить хэт с шестнадцками в припев, и когда я это попробовал сделать, я точно понял, что припев стал гораздо круче. Но все равно бит требует какого-то усовершенствования. И тогда, конечно же, мы позвали моего замечательного друга Сашу Каркухина сыграть барабаны, что он и сделал. В Аризону мы играли на множестве концертов, на сборных солянках, где мы оказывались вместе, на каких-то совершенно случайных мероприятиях, под акустику на днях рождениях. То есть очень много где этот трек прозвучал в принципе, в том числе в каких-то совершенно неожиданных для нас плейлистах. Так что очень здорово, что иногда получается сделать что-то совместное, полноценное. Трек Days 2010 в прямом смысле обозначает само настроение 2010 года, которое был очень плодовит на творческие коллаборации, творческие движухи в принципе, концерты и все тому подобное. Будучи занятым постоянно в группе Pelegrim, я успевал делать много всего другого, и именно тогда мы познакомились с Локдогом. И по сути дела трек был написан из-за того, что мне нужно было что-то сыграть на презентации альбома Локдога в клубе Peeple в октябре 2011, 2010, получается, 2010 года. Продюсер коллектива тогда сказал, что музыканты могут сыграть по сольному номеру, если они хотят. И вот я понял, что нужно точно написать что-то новое. Что-то такое, чтобы просто качало, чтобы нравилось людям, которые ничего не понимают, в гитарном инструментаре, в гитаре, чтобы это не было чем-то заумным, чем-то очень сложным, чем-то очень пафосным, таким виртуозным. То есть, чтобы это было просто и хорошо в то же время. Именно эту идею, то есть идея того, чтобы трек классно воспринимался на концертах, чтобы его было играть в удовольствие, я его написал буквально очень быстро. Также он являлся первым треком, написанным целиком и полностью, не выходя из дома, с сэмплированными барабанами, где и сам сыграл бас-гитару, сам все свел. И, естественно, это являлся и мой первый видеоролик, который был заснят в течение нескольких месяцев, в конце 2010 года, буквально на каждой удобной локации. Когда я ездил по студиям, по каким-то саундчекам, по концертам, я везде снимал по кусочку, и таким образом получилось видео, отражающее, в принципе, суть всего того настроения, которое я хотел туда заложить. Конечно, его самый основной элемент – это риф, который идет в начале. Он написан в тональности до минор. И до сих пор я всем говорю, что нота до является самой оптимальной, низкой нотой для тяжелой музыки. Ну, может, и не только тяжелой. Дело в том, что она достаточно не низкая, чтобы еще сохранить тело ноты. Но в то же время она оптимально низкая, чтобы уже быть жирной. Многие рифы в начале нулевых, которые играли всякие нью-металлические группы, написаны именно в строе до. Как, например, там, Газмэк или Мадвейн и им подобное. Естественно, еще надо упомянуть бридж, который является, по сути дела, припевом трека Nights 2010, и они являются, конечно же, концептуально связанными, потому что создавались в одно время. Так я и задумывал, чтобы какую-то мелодическую линию ввести в них одновременно. Естественно, он был изначально опубликован как просто видео, и ни в каком релизе официально не участвовал. Поэтому, когда я компоновал EP, я, конечно же, подумал, что Days надо туда включить, потому что этот трек еще не был издан официально. Ничего подобного трека Nights 2010 я так до сих пор и не делал. Изначально это был просто атмосферный набросок, эксперимент. Однажды гитарист и основатель группы Маши и Медведи, и саунд-продюсер, и автор хитов, Слава Мотылев, на музыкальном лагере, послушав его, сказал, Это пост-музыка. Это должно звучать тогда, когда все стихнет. Забавно, что чистовик я пытался записать 5 дней, потому что для того, чтобы поймать то самое такое абстрактное, атмосферное, неаккуратное и вообще отрезанное от точной какой-то скоординированной игры настроение, мне действительно понадобилось много времени, потому что каждый раз, когда я садился и пробовал это все дело сыграть на чистовик, получалось как-то слишком трезво и прямолинейно. Видео было заснято на крыше студии группы Пилигрим. Большое спасибо Андрею Ковалеву, что у нас вообще был такой крутой ресурс. Оба видео и Days 2010 и Nights мне помогла снять Виктория Рэй Рэбл, на тот момент журналист и фотограф. Ей еще раз большое спасибо. Так что слушайте трек, заряжайтесь энергией, и естественно он стал отличной завершающей композицией для EP. И еще, кстати, он всегда звучит в качестве аутера на моих концертах, поэтому, в общем-то, его всегда можно услышать, если я где-то играю живьем. Итак, у меня в руках ровно 12 последних дисков оригинального тиража. Заказать такой можно, пройдя по ссылке под этим видео на портале rockmarket.ru. Напомню, что внутри каждого из них лежит подписанный постер, а также к заказу скромно пойдет вот такой магнитик. Вам большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик и до новых встреч. Мацкого. Блин, Камар в объективе. Пошел нахрен отсюда.